Все это прославит нашего Господа. Вот, а здесь, сейчас вот на земле, пока мы в этом теле, пока мы отстранены от Господа, вот, живя в теле, знаете, сегодня молюсь, и к этому вас призываю тоже, друзья, вот, молюсь и о старших, и о младших, будем так говорить, и о потерянных, казалось бы, и о старшихся. Вот, да помилует нас всех Бог, и да благоставит нас всех. Вот, конечно, эта притча, я только лишь рассказал, только одно из пониманий, на самом деле, и в этой притче, как и вообще в Слове Божьем, есть много всяких граней, о чем идет речь, вот, о евреях, не евреях, допустим, о разных народах, обо всех вообще, о всем человечестве, даже о всем человеческом роде, там много, многогранная притча такая, но я знаю, что Бог действительно, Он хочет всем нам спасения, и Он ради этого, Он доказал нам Свою любовь, и пусть эта неделя, вот, этих размышлений, она будет для нас неделя тоже и молитвы, вот, то есть, опять-таки, как вот и в прошлое воскресенье, вот, в тех притчах евангельских, которые читались, акцент на чем? Посмотреть, ну, на себя, то есть, ну, не на кого-то, не на просто на кого-то, на что-то, а вот на себя, на свое состояние пред Богом. Пусть Бог благословит нас. Отец, и благослови нас, пожалуйста, Бог наш, сущий на небесах, благослови нас, и через эту притчу учи нас, и на протяжении этой недели дай нам эти размышления, благочестивые, дай нам, действительно, вот этот шуу возвращения, и всем нам, и тем, может, кто хлопнул дверью и ушел от тебя далеко, и те, кто постоянно с тобою и на поле, в твоей ниве работают, Боже, пусть ни у кого из нас не будет никакого боли, еще огорчения, гордости, тщеславия, Боже, помоги нам, посмиренно, мудрию, Боже, друг о друге думать лучше, чем о себе. Во имя Иисуса Христа, аминь. И знаете, друзья, вот в прошлый год как раз, вот в это же самое время, получается, как раз в февраль месяц был уже, вот я был в Кривом Роге, вот, и там была конференция, объединения церквей, христианский дом хлеба, вот, там проводил тоже нам служение некоторое, проповедовал, свидетельствовал, вот, кому интересно будет более подробно, то можете там как раз посмотреть прошлогодние записи, они есть на ютубе, там я более подробно об этом рассказываю, вот, и христианскому целомудрию тоже рассказываю как раз, потому что, знаете, человек, как определить, протестировать, я в отце, отец во мне, или же я уже удаляюсь от дома, отца моего, то есть я уже, как бы, или даже вне дома уже, да, знаете, вот, одна из хороших очень таких, ну, хороших тестов, по слову Божьему проверить, вот, свое сердце проверять, вот, и, конечно, помогает всегда, беспроигрышно помогает, это вот как раз библейский совет, рекомендация, и даже это не, даже не совет, честно говоря, не рекомендация, это даже Божье повеление, а другие думают лучше, чем о себе, вот, как только, вот, заметьте, да, человек, особенно когда, вот это, художники называют это импрессией, вот это впечатление, импрессию, а, кстати, вот есть, у музыкантов тоже, вот есть камертон, да, допустим, тоже, у художника тоже есть камертон, определенный, значит, и тоже, чтобы не сбиться, к примеру, некоторые, ну, все свои хитрости у художников есть, как и у музыкантов тоже, я так наблюдаю, послушаю тоже, музыкантов интересно очень, у всех свои какие-то есть хитрости, как вот именно вернуть в себе вот это, вот это вдохновение, настроение, первое там, и прочее, озарение это вот камертон необходим какой-то определенный и вот и художники допустим выходя на пленарь берут с собой некоторые спички просто коробок спичек и вот и зажигает вот он ставит и по отношению к этому огоньку допустим все пересматривает вот полностью вот что перед ним сейчас вот как бы отталкиваясь от самого яркого видят средне полтуна все и не самое темное вот кому-то помогает а кому-то по-другому что-то помогает разные советы рекомендации и вот и некоторые картину пишут допустим много часов уже много часов допустим были картины которые писал я и по 40 50 часов на счет допустим и больше конечно вот но обычно 30 40 часов когда работаешь картиной это не просто раз это вот академические часы то значит ты понимаешь что уже заработался уже ты теряешь впечатление некоторые картину берут просто вверх тормашками ставить отходит 100 чтобы немного освежить взгляд или кого-то зовут со стороны и из художников но это на любителя тоже обычно не любит такое художники художники других художников не очень любят в этом отношении вот но зовут допустим и вот как-то оценишь что-то расскажешь вот и начинается спор какой-нибудь но из этого человек он как бы отстаивая вот как бы свое да он вспоминает вот эту свою импрессию впечатление ну на кого как действует вот а для нас верующих вот необходимо вот помнить это вот вот это первое как говорят первую любовь да вот свидание с богом первое и первое состояние человек приходя допустим в собраниях верующие да знакомясь с богом и знакомясь с детьми божьими вот он начинает видеть как бы божьим взглядом целомудренно да все как ангелы вокруг значит и это состояние что все эти люди они лучше тебя ты вот потом проходят время месяца или годы у кого как по-разному или десятилетия у кого-то вот садми хаса что же рассказывал тоже там прошло 50 уже вот я понимаю что мне уже придется сложно уже других а другие думают чем лучше чем о себе как то есть сложиться проще было тогда допустим порой этому этому учиться теперь уже переступать через через многие вещи заставлять себя понуждать себя вот и смотреть друг на друга получается глазами божьими глазами христа а его взгляд он особенный помните рассказывал тоже в нашем собрании как раз такие примеры которые меня очень сильно потрясали в жизни моей они сыграли очень такую хорошую роль один пример был для меня самый такой незабываемый это еще я только начинал священническое служение кстати вот на днях меня такой юбилей такой 30 лет моего служения как раз церковного служения православного интересно так да вот как раз на масляной и вот на прощенное воскресенье вот уже юридически уже начал работать уже в храме на зарплату на полное служение на полное время как раз начала восемьдесят восьмого года было вот и вот интересно что что а в девяносто первом году уже стал священником и вот один из моих первых приходов я служил сразу несколько получается районах рязанской области как чтец как хором руководил и как ипотиак он служил получается в орловской и московской областях а уже как священник это рязанская область и брянская немного области чуть-чуть вот иначе и как священник основа рязанской области потрудился в рязани в рязанской области вот тогда я как раз для меня для городского жителя было найти вот несколько прожить в селе в разных селах увидеть разную деревню настолько для не было шоком просто вообще я немного как и многие городские и идеализировал сельскую жизнь но когда увидел все это я конечно был немного в таком шоке вообще настолько вот тем более увидел такую деревню вот рязанскую глубинку допустим до москвы было 150 километров всего лишь а там у бабушек земляные земляные полы печки по черному печки нет вообще то есть очаг копать все арматика фашистская душегубка это что-то страшно я заходил как раз а я еще молодой священник такой риана взялся за служение значит и как раз думаю перед рождеством я успею по всему селу пройтись со всеми познакомиться все перепись такую сделать свою как бы себе так черканул кто ходит кто не ходит в храм почему не ходят поздравил там с наступающим праздником как бы пару слов на счетом где там алкоголики где там еще там тунеядцы где там еще что но как бы да сложно было и захожу к этим бабушкам напомню настолько шок у меня был такой ну нет трубы вообще то есть там все по черному топится по старинке зашел у меня с порога прям сопли слезы душевубка фашистская просто а бабушки сидят там коптятся как копченые колбаски охотничьи такие вот копченые бесполезные наверно там хиросипа стегасаки уже все и черном были отдыхают значит вот потому что они как бы что судачат разговаривают меня там выворачивают уже быстрее выходите значит на улицу они полу бабушка проходи к нам на пороге уже клею это что проходить еще вот земляные полы такие там дома вросшие прям туда прям почти окно почти по землю вот это да думаю живут люди во многих домах и скотины люди вместе живут на счетом отгорожен на что-то думаю того что до москвы 150 км и такая тундра я хочу а как же моетесь чем один мужик сказал мой часто кому лень почесаться ничего чтобы близко ска такая у них как бы свои да вот насчет их оба в одном себе другом себя встретим было еще хуже там если даже не рассказывать в большинстве этих солны даже не туалетов нет вообще а где туалет у вас а вон туда где корова стоит там и туалет короче да думаю экстрим вот значит и все вот люди живут просто настолько ужасно и особенно зима как раз было ой там начала к моему к моему приходу относились еще деревни а там вообще раз в неделю потом при лучшем раскладе как бы на тракторах там за вольственным хлебом я к бабушкам приехал хотим на тракторе знаешь такой большой такой не просто доволюсь а вот такой большой такой большими колесами обычный трактор не пройдет просто напросто вот туда пробрались мы значит я к ним вышел значит как астронавт поступил на планету какой-то значит конечно там да значит меня смотрели бабушки уже забыли как батюшка в их селе может вообще быть познакомился с ними с этим бабушками смотрю как они живут вообще этого мрак как живут ну вот хлеб у вас хлеба уж у вас нет а показала не бабушка одна вторая насчетом вот такая как террасочка такая да предманник как предманник такой и там просто вот штабелями эти буханки они промораживаются и потом когда нужно хлеб просто берут ледяной кирпич этот хлеба вносят дом и он расстаивает и он там их видят неделями так живут потому что бывает снега много допустим и трактор не придет раз в неделю ну реже гораздо реже вот и вся цивилизация не теперь электричество даже села который не без ни столбов ничего не говоришь проказ вообще даже электричество жили ты думал это да 20 20 лет кто заканчивался но думаю 20 лет тоже проводится космический корабль не бороться простору а здесь вот такая тундра думаю я не думал что такое возможно но самое страшное началось когда ознакомился с детьми там детей немного было но там медицинской работе когда он фельдшер женщина она чуть чуть не плакала мы общались конечно эту тему вот первый класс надо уже в школу вот мальчики девочки фактически хронический алкоголизм уже вот хронический то есть не просто пьянство а именно хронический алкоголизм вот значит потому что я был в школе представьте учительница 1 класс и 1 2 там начальник начальник классы у нее в столе бутылка водки стоит а почему потому что ради спасения детей говорит потому что некоторые дети приходят на урок на занятия а у них трясутся руки и нет внимания никакого и нужно похмелиться срочно и первый класс и она мельмончик маленькую наливаешь он пришел в себя хотя бы чтобы он понял что он на уроке хотя бы это первый класс и фактически без спас алкоголиков вот было страшно смотреть просто а почему я спрашиваю почему что так вот а потому что такая традиция у нас вот еще споком веков оказывается традиция такая значит чтобы дети хорошо спали пропитывать водкой там или чем-то еще алкоголем чтобы они с грудничка короче вместе с молокоматери они еще также им пропитывали булки алкоголем чтобы они крепче спали чтобы не мешали чтобы те могли работать по хозяйству там прочее прочее вот и получается годовалый ребеночек но он вкус водки знает также наравне со вкусом грудного молока представляете вот это я посмотрел по всей рязанской области фактически вот это мещера и описал всю рязанскую область вот часть тульская рязанская московская область вот юг московской области это было просто старшина страшно было для меня что-то страшно вот до самой колонны ездил значит и смотрел на галутлин колонна как раз уже московская область но насколько какой ничьи те же вот эти села деревни эти 90-е годы были правда еще вот значит но конечно с их слов они жили так и раньше вообще-то вот и даже даже не это мне потрясло больше всего знаете потрясло мне то что мои представления были что люди как-то ну а боги обе должны как-то что-то знать к сожалению увидел совсем другое что даже в городских условиях люди горожане хотя бы что-то хотя бы где-то как-то что-то знают там вообще ничего ноль как будто бы вообще бога не существовало никогда вообще в помине вообще я с этим столкнулся настолько было для меня он шокирующе это как будто я им рассказываю затем альфа-центарма то есть как будто рассказывал какие-то инопланетяне каких-то тех самых или 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 о ком-то еще вот для меня это было шоком просто хотя в некоторых селах были бабушки набожные но набожность их была такая оккультная такая знаете вот ворожить вот такая набожность такая вот и я с одним батюшкой раз разговаривал а в епархию приехал позвонили на новое село надо мне попасть и и подошел 11 а я по карте ищу не могу найти это село в районе ну ладно подошел батюшка бит и говорит ну отец куда тебя командировали игры вот такой-то село значит такой-то район рязанской области вот кого вот в тебя как от тебя угораздило там же ведьма на ведьме и ведьма погоняет там они столько батюшек изжили город вообще вот значит и он там бывал вот но еле живым короче выбрался туда вообще там ви короче отдыхает диканька это короче цветочки вообще вот гоголь там гоголь с нервной кури в сторонке вообще вот еще и ну вот даже и летаю там и прочее прочее вот но короче нас прощал меня этот батюшка насчет а что делать а он мне еще показывает распахивает так вот и показать не на целый ряд булавок но это в принципе это мало работает но на первом случае поможет как бы такой первый уровень защиты как бы по крайней мере вот и сразу заходишь в церковный дом сразу ведь не переворачивай ставит короче он не рассказал сколько всяких вещей я сейчас не помню все короче вот если жить по его правилам этим только ты уже выживешь если нет то все короче как проработал батюшку он приехал через неделю через месяц его в дурку отвезли он там сам короче видеть всякие там эти непонятности в сумасшедшем доме оказался вот значит и прочее значит и думаю а что же делать мне-то батюшке молодому неопытному что делать там в этом себе вообще думаю заклюют вот но знаете оказалось не так все печально как молю некоторые батюшки вот дело в том что если с людьми по-любски это понимают люди нормально к тебе относятся и я понимал что понял что люди действительно нуждаются во первых о боге никто ничего вообще не знает набожность такая без бога своя какая-то вера больше каких-то там ну силы какие-то там духи там и прочее там вот и но были хорошие моменты и вот в некоторых селах были очень хорошие примеры и вот один из примеров таких тоже как раз очень для меня был серьезным таким примером вот когда там с этого села ехали значит бабы на рынок потом у них события неделю это рынок вот там несколько машин приезжала вот как бы это было сенсация такая вот и но не там все покупали ну больше как обмен сплетними вода счет и потом разъезжались просто все новости я узнавал сарафанное радио вот где кто родился где что там случилось то есть я совсем района информацию ко мне все сливалось ну плюс еще поповская радио батюшка приезжает какой-то и все и там он за рюмочкой все расскажет что в епархии творится где там что там где владыка где же короче я уже знал все уже все не нужно теперь интернет отдыхает нате это был совершенно такой без безнежный интернет такой был и но были интересные примеры такие вот эти женщины рассказывали мне вот там помните я говорил пример как он еще там с маленькой девочкой которая потерялась да вот плакала мы ведь всем рынком уже даже и не за покупками вокруг этой девочки все успокаивали и говорит значит вот она все не успокаивается короче не знаю что делать надо милицию уже надо давать и потому что ну уж пора разъезжаться мама так не нашли ее какая мама моя самая красивая там самая хорошая короче ладно толку не добьешься любая мама подойдет под описанием то что она говорит значит ну и никого нету уж кричали уже туда-сюда ходили по улице нету ну ладно вот и уже пора разъезжаться думаю в милицию надо сдавать ребенка и появляется мамаша красивая сама такая вообще никакая вот и значит и девочки подошла и и такой подзатыльник такой у нас у нас аж голову зачесались аж такой звонкий такой такой сильный что аж это баба говорит у нас даже с головой было так думали а что что то это девчонки творится там с мозгами вот и значит это а девчонка-то довольно маленькая обнимают ее мама а та пьяная вообще такая она приехала тоже с куда-то села значит и попала на пьянку слава богу про родители и забыла видимо про ребенка совершенно наш ребенок оказался сам по себе на рынке где там ходил вот приветствую вот так вот но меня что потрясло в том рассказе знаете что та девочка да она смотрела на ту женщину на эту маму вот другими глазами в ней может быть в этой женщине было что-то немножечко хорошего такого да доброго но вот именно это она видела вот и конечно для меня это был такой на всю жизнь урок такой знаете вот как важно видеть правильно правильно вот а правильный взгляд это это не розовые очки и правильный взгляд это не очки там гордости там или похоти или чем-то еще вообще люди под разным углом смотрят друг от друга вообще всегда значит и по-разному оценивают мы друг друга вот но правильный взгляд целомудрее целостное цельное мудрование ставянское слово целомудрие это смотри так правильно как именно бог смотрит на нас а бог смотрит на нас так что жизнь свою за нас положил вот так вот смотрит и это самый правильный взгляд пусть бог благословит нас сегодня пусть господь да сегодня мы притчи читали о значит блудом сыне заблудившимся будем договорить и который вернулся к своему отцу вернулся и так хочется завершить вот жили недолго и счастлива знаете ли вот но притча заканчивается не очень хорошо потому что там не написано что старший он зашел в дом понимаете вот вот что-то недосказанное как будто есть в притчи вот что-то незавершенное есть в этой притче вот но я думаю что это тоже был великий смысл и большая мудрость христа что он закончил знаете ли на таком месте как бывает на самом интересном месте про фильм обрывается но что же там а есть такие сценарии где должен сам подумать что же потом хотя как по мне допустим больше нравится все разжёвано уже видно что он женился родился у них на были что-то еще хотя бы хотя бы потом уже когда уже пишу там кто снимался хотя бы там какие-то какая-то информация хотя бы наводящие хотя бы вот а иисус оставил вообще на полусловия и все вот так вот тот младший со всеми там домочадцами пирует в доме отца значит и вне дома отец и разговаривать со старшим вот как бы на этом обрывается вот трагедии конечно я тоже когда вот о блудном сыне там эти эскизы набросал у меня самый для меня был такой ну такой драматичный эпизод как раз вот этот завершающий что там уже пир уже свет в окне все пир ликует все уже а вот старший вот он еще не поймешь кто блудный знаете вот здесь вот очень такая тема серьезная пусть бог благословит нас и пусть понимаете потому что бог гордо противится осмиренно дает благодать когда приходит гордость когда ты начинаешь считать как вот человек верующий допустим себя лучше в чем-то других верующих неверующих неважно то значит также самая гордость верующего отношения к неверующим вот я такой эти такие и все дух божий огорчается бог огорчается тем самым и ты сам того не ожидая постепенно оказываешься вне дома своего отца потому что божья любовь она не ограничивается лишь тобой или группой людей верующих допустим она изливается на всех бог хочет чтобы все люди спаслись вообще ему не все равно что происходит судьбе каждого человека вообще и не и неважно сейчас он верующий верующий сейчас он там в доме отца или он на поле где-то или или еще или возле свиного корыта понимать притча христа такая многогранная тоже очень многогранная с разных сторон и рассматриваешь и вот пусть это неделя пересчитывать особенно я рекомендую утром вот чтение самое хорошее для меня лично так все время почему-то утром начинаешь читать и как-то потом коп и она уже у тебя уже где-то в голове вертится вот даже если время не очень мало с утра да но хотя бы бегло хотя бы напомнили хотя бы там один-два стиха хотя бы за причину 1 зафиксируй себе память это вот чтобы было чем размышлять у тебя чтобы от чего отталкиваться как это камертон чтобы она была тебя в течение дня чтобы не расстроилась инструмента но твоей души знаете и точно сильно помогает конечно вот и пусть это слово становится нашей реми божьей божьим откровением вот это это присутствует напоминать через молитву через общение с господом через общение с богом никак иначе то есть это невозможно просто это вычитать услышать это возможно только лишь пережевывая самостоятельно каждый из нас пережевывая потом размышляя об этом вот получать от бога самого от бога от господа потому что у бога есть разговор с каждым из нас с каждым из нас и даже если человек он вне дома отца да как тот старший оказался отец он он переступает через себя через все да он идет выходит и разговаривает убеждает вот вот и он совершенно обратите внимание тоже многие проповедники обращать внимание на эпизод еще когда он младший вернулся да вот отец ни слова упреку да вот обратили внимание меня это каждый раз так вот тоже касается вот почему-то надо же вот хотя бы пол слова я так понимаю не только не высказал это не только это не записано я так понимаю что даже не было в его сердце приматили если это было в его сердце то он хотя бы как-то где-то проскользнула бы такая нотка недовольства знаете вот но нет он принимает и он принимает так что как бы этого ничего не было вот и евангелие в том она и заключается знаете ли удивительная вещь что бог примерил с собой мир то есть люди просто многие не знают этого но они уже обращены вот как вот кто-то рассказывал какой-то случай еще союз не оружие союз был начал 90-х уже было по моему кто-то куда-то там плыл на пароме несколько дней значит корабль на счета денег было вообще там по самом минимум на счету и у него там был небольшой запас или быстро закончился голодал несколько дней да кто-то рассказывал знаете да я читал расскажите как я ну а когда мы приплыли мы сказали что ваш билет он оплатит и питание и жилье все не просто на палубе ютиться не просто какие-то с собой сухари взял вот так он сухари пытался а оказывается в билет все входил уже и 1 2 3 и компот и завтрак и обед и ужин представляете а люди многие живут и не знают что какая благодать дана вообще шагаться бог да и мы с вами мы сами верующие мы такой тем что отличаемся от неверующих что мы знаем это и учимся постигаем это как бы не хотя порой неверующим быстрее можно принять очень много чем верующим парадоксально конечно звучит вот потому что до неверующего богу проще достучаться чем доверующего знаете ли как вот помните да как вот в книге откровений когда говорится что все стою у двери да и стучу если кто услышит голос мой и отворит мне дверь я войду к нему и буду с ним вечерец и он со мной побеждающий расследует все говорит вот и что дух говорит церквям обращая внимание ваше что это не просто было неверующим сказано как обычно мы рисуем картину такую для неверующих вот и вроде выходят правильно все но это полуправда а полуправда бывает хуже чем ложь даже а вся правда в том что это слово было к верующим а не неверующим к неверующему человеку господ приходит очень просто вот знаете даже без такого стука вот а вот до верующего достучаться словом своим вот это сложнее бывает вот и как вот иисус пришел на своим свои не приняли хотя и какой-то сам бог велел быть да и книжники фарисеи и суды кей умнейшие люди образовывающие люди хорошая школа библейские знаете ну как бы все хорошо вот ну вот примите в миссию сейчас да и все и пойдемте вместе говорится в царство божье дружными колоннами вот значит как бы все будет хорошо и бог благословит израиля а нет свои не приняли но не все продают тем которые приняли да власть быть чадами божьими которые родились не просто да от своих мам и папа родились новым духовным рождением свыше рождения слава богу аминь господь спасибо тебе боже за всем благодарю тебя поможем тебе да благодарю тебя боже за слова евангельские слова этой притчи которые сегодня и здесь в собрании звучали и сегодня звучат по всей руси здесь в киеве по всей украине и по всему миру господь в разных храмах сегодня звучат слова этой притчи евангельской притчи твоей о блудном сыне о тех двух сыновьях которым необходимо было действительно чува покаяния мета ноя изменение сознанием перендамышлению боже всемогущие благосск는데요 по персоналю нас в этом пути нашего покаяния нашего исправления боже действительно изменение сознание переменамышлению боже всемогущие потому что вот у нас staver сейчас постоянно пока мы в этом теле Пока мы на этой земле. Боже, благодарю Тебя за спасение, дар вечной жизни во Христе Иисусе. Боже, но пусть это обновление ума будет, Господь Боже, в нас. Обновление души, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, благослови нас. И на протяжении этой недели позволь нам в этих благочестивых размышлениях пребывать. Боже, во имя Иисуса Христа, помоги нам, Господь, вникать в себя и в учение. Боже, в Слово Твое, живое и действенное, которое острее всякого меча обоведа острова. Слово Твое, оно есть истина, оно есть правда Твоя, Боже, которое освобождает во имя Иисуса Христа, освобождает от всякого лицемерия, освобождает от всякого греха, от всякого проклятия. Во имя Иисуса Христа, пусть Слово Твое, оно действительно делает нас свободными. Познание истины Твоей делает нас совершенно свободными. Боже, во имя Иисуса благослови нас. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светом лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицом Своим на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш, Сущий на небесах, благословит нас, своих детей, сегодня своим отцовским благословением. Благослови всех нас, Боже всемогущий. И изливаешь на нас свою любовь, раскрываешь свое сердце для нас. Больше и больше, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Помоги нам, как верующим, действительно иметь это целомудрие. Дух целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви. Дай нам, Господь, и пусть это раскрывается в нас, Господь, верующих. Помоги нам, Господь, посмиренно мудрию, а других думать лучше, чем о себе. Господь, потому как это Твой взгляд, Ты подумал о нас и мыслишь о нас лучше, чем о себе. Потому как Ты действительно отдал себя за нас, почитая нас выше себя и отдал жизнь свою за нас. Боже, оценив нас выше себя. Боже, спасибо, Господь. И Ты действительно велик в этой простоте, в этом самоунижении просто, в этом действительно жертвенном, в этой жертвенной любви своей. Спасибо, Господь, за все, Боже наш. Боже наш. Благостави. И пусть, Господь, многие души в течение этих дней, Господь Божий, прикасаются к Тебе, к Твому любящему сердцу. Боже, поднимай Твое исцеление, Божественное, Господь. Прощение, Боже, освобождение, Господь Божий, от всякого осуждения. Боже, ни себя, ни других, Господь. Боже, но пусть, Господь, действительно, Твой божественный взгляд будет в нас. Слава Тебе за все, Боже наш. Благостави, Господь. Благостави. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. 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 Пожалуйста, присядьте, друзья, братья и сестры. Слава Богу. Слава Богу. И у меня есть, значит, несколько таких тоже еще объявлений. Прошу ваших тоже молитв, вот, прошу, обо мне молитесь, вспоминайте добрым словом. Знаете, я верю в силу вот этой молитвы, как-то раньше недооценивал, недопонимал, честно говоря. Сейчас, не знаю, что же дальше стал понимать. Как-то стал понимать нашу созависимость вот эту. Как-то вот в эти дни, особенно, молясь, и еще в Туле, и вот уже в Киеве здесь, молясь, значит, вот, стал понимать, что там, ну, даже, как говорят, шкуры, что ли, вот, физически даже стал ощущать, вот, это созависимость. Блаженно-хорошая, есть плохая созависимость, да, а есть блаженно-хорошая созависимость, как вот в теле разных органов, да, значит, членов одного тела. И в этом наша абсолютная полная зависимость от Бога, осознание абсолютной полной зависимости от нашего Бога, вот, это и страшно, и прекрасно одновременно вообще. Вот, и я понимаю, что когда Павел писал, там, молитесь о нас, там, значит, там, я раньше это пробегал больше, ну, понимал, что это благочестиво, хорошо, и многие раввины того времени тоже говорили, там, школа Шамая, допустим, Шамай учил тоже, там, молитесь о нас, о раввинах, там. Ну, как бы, хорошо, да, но я недопонимал, что действительно, и сейчас я чуть-чуть понимаю уже это, что действительно Павел, видимо, вот это ощущение тела Христа, он понимал очень сильно, чувствование это Христово, вот, и в этом что-то есть, и есть сила мысли нашей, да, есть сила нашего желания, в этом огромнейшие силы просто-напросто. Как верующие люди мы должны действительно желать людям добра, вот, значит, да, желать людям здоровья, и в этом Бог движется. Даже если мы говорим не совсем правильно теологические, там, слова в молитве, да, или наша молитва, она вообще, как вот у той Анны, да, без звука вообще, вот, а Бог все равно слышит такую молитву, если правильный настрой души и мысли есть, да, правильный настрой сердца есть, вот, и правильные пожелания есть вообще наши. И вот, если, знаете, действительно пожелание огромное, пробуждение такого духовного спасения народов, то это, ой, я верю в то, что Бог, Он это очень все ощущает, чувствует. И когда мы, вот говорят, знаете, вот еще верующие ноги замечают это, что вот сила материнской молитвы, да, не потому что она правильные слова говорит, да, знает такие особенные слова, нет, не в этом сила ее молитвы, а вот ее именно переживания, вот ее настрой, ее душа, да, рвется, да, даже если она там в другом городе, к примеру, да, в другой стране. Вот, допустим, Инна находится, да, в Мексике, вы здесь, вот, в доте, там, внуки, там, то есть, а сила, допустим, молитвы, да, родительской какой, даже океан не помеха, представляете? Даже океан не помеха, вот, и Бог это все взвешивает, учитывает, и я так рассуждаю, что это как вот, знаете, Божья река, она готова пролиться вообще, да, но ей нужно русло какое-то, вот, и вот когда, вот, человек, он сопереживает кого-то, молится кому-то, переживает, да, вот, то это как будто бы какое-то русло такое для этой реки прокапывается, который, Божья река уже дальше, вода уже течет уже туда, в это место, и наполняет это место. Вот, я вот это пережил, это пережил много раз, тоже, и я понимаю, что там огромнейшее силище, вот, духовная сила, огромная сила, и пусть, вот, молитвы мы говорим огромная сила, но не просто в многословии сила, понимаете, как у язычников представления такие, да, вот, а в самой сути молитвы, в самом сердце молитва, вот, в этом, в этом силище огромное, в самом Боге нашем, который хочет действительно спасения всем, и если мы желаем того, что Он желает, это греки называли элеотропион, красивое слово такое, означающее соотношение воли Бога и воли человека, когда нам хочется того, что Ему хочется, и нам вместе хочется одного, того же, вот, тогда это действительно, ну, благостоверный, просто термоядерная реакция какая-то начинается просто-напросто, тогда, вот, и в наших судьбах, или даже в странах целых, много примеров, вот здесь в Украине пример, для меня тоже потрясающий вообще пример, еще девятый, восемнадцатый век, конец восемнадцатого века, еще когда, вот, Григорий Савич, там, Сковорода, восемнадцатого века, да, значит, был такой просветитель, просветитель, реформатор, можно назвать его тоже, в какой-то степени, вот, значит, и как раз в это же время были, вот, Духоборы, Малакани, Харьковское, и, там, области, при Азовье само все это, при Азовье, туда выселяли целые семьи и целые села туда, высылали, вот, сколько там проживало, мы не знаем, вот этих Малакан, Духоборов, то, ссыльных, это земля при Азовье, от Мариуполя до Кардианская, вот это вся территория, крымские татары называли это землей шайтаном, а потому что были солончаки, мертвые земли, там ничего не было вообще, если колодцы рыли, пробовали рыть, то вода была очень глубоко, во-первых, во-вторых, она была больная вода, вот, значит, и эту землю императрица Екатерина, она бесплатно отдавала этим европейским, этим, миллиораторам, как это называется, да, значит, и плюс еще даже за это приплачивала, но те специалисты осмотрели эту землю и признали ее негодной, вообще, невозможно будет ее, вот, ну, сделать ее пригодной для жилья, и, ну, для нормального жизни, нормальной жизни, там ничего не росло никогда вообще, вот, мертвая территория, но самое интересное, сейчас, кто был в Приазовье, там, там что, там все цветет, и все цветет и пахнет, там было много раз, вот, значит, и даже, там, значит, Азов-Сталин здесь мог уничтожить всю эту экологию, там, там настолько, ну, как бы, прекраснейшие места, и, представляете, но в конце 18-го, начало 19-го века, даже никто не знает, когда это точно произошло, но примерно, вот, в это время, времена Красного, уже Наполеона, Монапарта, вот, вот, было чудо исцеления этой земли, сверхъестественно, как, допустим, земля Израиля, вот, Эр-Цезраиль, этот год, у нас год, кстати, юбилея такого, 70 лет, вот, образование, возрождение еврейского государства, вот, и, то же самое, земля была мертва, 100 лет назад, в начале 20-го века, Марк Твен, когда путешествовал, там, значит, там, конец 19-го, начало 20-го века, да, путешествовал туда, в Палестину, говорили, осмотрел землю, разговаривал с людьми, которые там проживали, и он признал, когда вернулся в Америку, в Нью-Йорке, нам было общение с евреями, ну, в основном, евреи пришли на общение, хотя и многие, обычно, американцы пришли тоже пообщаться с писателем, его, послушать его, как бы, вот, отзывы об этом путешествии, не паломническим, а таком больше, как бы, как турист, вот, значит, и он сказал евреям, там, в Бруклине выступая, говорят, что делать нечего там, в Палестине, сидите в Америке, и сидите себе, потому что там мертвая земля, он объяснял, что он специально разговаривал с людьми, которые занимаются именно, вот, как раз, вот, миллиардцией, там, и прочее, они признавали, что земля негодная, вот, значит, во-первых, грунтовые воды очень глубоки, значит, и пробовали, значит, орошать, значит, но много усилий, минимум отдачи, урожай очень слабый, очень, чрезвычайно слабый урожай, люди живут чаще всего в проголоде вообще, вот, даже тогда население было вообще, с гульки носка говорится, но даже это население голодало, представляете, вот такие были, но после Второй мировой войны, даже еще перед Второй мировой войной, вот между мировыми войнами, постепенно земля стала исцеляться, евреи стали возвращаться, земля стала потихонечку исцеляться, но кульминация сразу после войны, и вот когда отправная дочка, 48-й год, 14 мая 48-го года, Бенгарион зачитывает Декларацию независимости Израиля, да, это было чудо, геополитическое чудо, значит, и многие, даже аналитики не хотели верить вообще, что такое государство вообще возможно, и говорили это государство однодневка, ну, просто существуют недели, ну, месяцы, но не год, не два там даже, вот, даже самые такие, знаете, радужные говорили пророчества, как бы, да, предвлекания, только лишь месяцы существования, потому что окружение сплошь враги, вооружено до зубов, здесь безоружные евреи приплыли, значит, да, историческая родина, никто не спорит, но, как вы, если вы живете вообще, невозможно, а вот уже 70 лет уже живем, представляете, вот так вот, и хлеб жуем, и еще, значит, даже в Туле в магазин зашел, значит, там, за овощами, Израиль, морковка, Израиль, рингиска, Израиль, значит, капуста, Израиль, вот это, да, думаю, Израиль не только себя кормит, сейчас уже, вот, кормят уже многие страны мира вообще, в Европе, в Германии, там, Израиль, 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 вот так вот, вот это, да, думаю, а рекордсменки были все время, германские коровки были рекордсменками по надорию, по количеству молока и по качеству, Израиль перехватил пару пальмов первенства, еврейские колхозы, эти кибунцы, они побили все мирные рекорды, израильские буренки, они там, каждый настраивает свою музыку, знаете, значит, там, их там моют, чуть не спа, у них там массаж, значит, они там, что, молока давай, значит, как можно, одним словом, евреи договорились с коровами очень хорошо, вот, и корова дает очень много молока, очень хорошего, вот, даже главный экспортер черной икры, свыше 90% на рынке мирового черной икры, Израиль, 90%, больше даже, уму непостижимо, в пустыне, где там осетровые, в пустыне, да, и договорились с осетрами так, что осетры мечут икру больше, и раньше начинают ее метать, значит, и больше, значит, чем это вообще обычно у них происходит, и при том, без всяких там этих, проверяли уж, там, думали, может, что-то мудрят там, как вот, значит, китайцам что-то добавлять такое несъедобное, нет, все нормально, вот так вот, дамы и господа, значит, и земля была исцельна, значит, и в озере Кеннера, данном Кеннецарецкое озеро, значит, воды не хватило бы на всех обитателей, даже тогдашних, а сейчас весь Израиль пьет воду, и плюс еще воду даже за рубеж поставляют, есть бутылочки с водой, значит, ну, правда, дороговато, дороговато, где-то, долларов, бутылочки, ну, но все-таки вода есть, понимаете ли, из израильских источников, хотите, покупайте. Вот, интересно, значит, и при Азовье в конце 18-го, начало 19-го века тоже было исцелено, сверхъестественно, когда уже 30-е годы были уже 19-го века, приехали эти вот специалисты, которые перепроверяли карты, как там, геодезисты, да, специалисты аж с Петербурга были там, значит, это была Российская Иберия, перепроверяли все эти карты, они ахнули, оказывается, там ни салончики, ни земляши, это она, как татары думали крымские, оказывается, там живут себе, села, сотни разных сел образовались, тысячных, многотысячных таких, вот это, да, и плюс еще люди живут себе, налогов не платят, сады у них, поля там, вот это, да, значит, и плюс еще их приветствовали так, что, значит, удивились эти специалисты, что геодезисты там, что, значит, что, и картографы эти, что, значит, это как-то незалежное духоборье, вот это, да, государство, которого не было на карте мира, но которое вот так вот у них существовало таким образом своеобразно. Вот, они духоборы, духом побораем, вот это выражение славо-ставянское такое, вот, да, интересно, вот, и объясняли, они очень просто, этот феномен, что когда их туда высылали, знаете, салончики, наверное, смерть, вот, но наши отцы, их отцы, что делали, просто остановились на колени и молились, просто молились, и Бог исцелил эту землю, вот, все чудо, оказывается, ответ очень простой, и так молились, да, что до сих пор земля эта родит, благословенная земля, урожаи собирают, а не один урожай, порой, представляете, то, что Бог может и сегодня совершает вот такие чудеса, и мы знаем, что и растительный мир, вот, кстати, вот на этой неделе был праздник этот еврейский, Тубишват, в Израиле это Новый год деревьев, там уже сельхоз Сарабона начались уже, во всю, так что, да, там уже, да, там уже высадка деревьев, кустарников идет полным годом уже, вот, значит, и даже праздник Панолуния этого месяца, сейчас месяц Шват называют его еще, так, в народе, и, значит, и Панолуния этого месяца Шват уже начинается посадка всех деревьев, кустарников, там, прочее, прочее, вот, и поэтому каждый еврей должен посадить хотя бы одно дерево, вырастить хотя бы пять сыновей, раньше было так, сейчас хотя бы одно сыновей, вот, значит, и, в общем-то, вот Новый год деревьев, и тоже, не буду больше там углубляться, но кому интересно, прошлогодние, посмотрите на Ютубе, есть записи с этого, как раз, с Кривого Рога, я там об этом тоже рассказывал, так, более подробно, как раз, именно смысл этого Нового года деревьев, что очень важна молитва за мир, вот, мы выросли в культуре определенной, да, вот, советской, допустим, культуре, да, где ко всему отношение было совершенно иное, извращенное представление было вообще об мире, окружающем, но библейский взгляд, он говорит обо всем, как о живом, и даже, вот, порой в Библии читаешь, допустим, вот, деревья, они там рукоплечут Господу, это кажется просто поэтическим каким-то, знаете ли, вот таким, ну, приукрашением, допустим, но на самом деле они тоже дышат, они тоже славят Бога по-своему, растения все, вот, понимаете ли, и когда с молитвой все иное, я вам расскажу одно свидетельство об этом, у меня есть одно очень такое сильное, для меня очень сильное было свидетельство, это было, значит, когда я был настоятелем уже не в Рязанске, а уже в Брянской области, это было 95-й где-то год уже, вот, и приехал в председатель колхоза, ну, там очень необычная была обстановка такая в этом колхозе, вообще в этом, в этой местности, и этот председатель уже пожилой человек, старый коммунист, все там, он всю жизнь там на этих должностях всяких там, и вот, значит, и вот он такого, ну, предпенсионного такого возраста, такого пенсионного уже, да, был возраст тоже, вот, и, ну, не на пенсии, и вот, и он приехал ко мне и чуть не плачет, так интересно, и рассказывает, мне, молодому священнику рассказывают такие вещи, вот, чтобы, если сейчас в этом году будет как в прошлом, в прошлом, в прошлые годы, то мы как по миру пойдем, все, вообще, полностью, а что случилось? Жуки все ели в прошлые годы, и прошлый год, и позапрошлые, говорит, ели, вот, ногот, то были хотя бы какие-то яды, а теперь ничего не поставляют, денег нет, короче, вот, и, ну, вы держитесь, да, как говорят, вот, нету я, на яда денег нет, вот, и соседние колхозы, у них хотя бы, хоть что-то есть хотя бы, какая-то копейка, они там, значит, что-то будут брызгать у себя там, ну, у нас еще свои жуки, плюс еще импортные, соседние, вот, и, короче, все, это, это, ничего не останется у нас на наших полях, и ко мне, вот, он что-то сказал мне, даже не понял, не помню, с чего у нас разговор потом зашел вообще, к чему это все было, но у меня тоже родилось предложение такое, прямо, 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 как вот, прям, он мне как-то очень разжалобил, ну, пожилой человек, и вот, чуть не плачет, знаете, вот, передо мной молодым священником, старый коммунист такой, как бы, ну, видно, что он ничего не знает вообще о религии, так, ну, смутное представление, какие у него, о религии, вот, и, я говорю, а давайте, я уж не помню, кстати, как его звали-то, давайте помолимся, вот, помолимся за, вот, поля эти, за совхозные поля, и мне тут же, давайте, вот, вот, как вот раньше, агитмашины ездили по полям, выделите мне, говорю, машину, вот, значит, с водителем, значит, да, значит, и мы хоробли поставим, как вот, агитмашина, транспарант напишем, значит, прикрутим бидоны, мне выбили бидоны, из-под молочной антибидоны, залили водой, молебен послужил, значит, да, значит, и по полям, по всем, меня возили, значит, именно по границам этих полей, и там я читал еще молитву и окроплял все. Я не знаю, я, конечно, верующий человек, но не настолько, но было чудо, реально было чудо. Короче, представляете, на других совхозах там посмеивались, вот, ну, батюшку пустили по полям, вот, жуков травить святой водой, жуки в шоке, наверное, были, да, вообще, да, что батюшка, значит, но жуки не ожидали такого варианта. Дело в том, что было реально чудо, вот, хотите верить, хотите, нет, на полях не было жуков, там, где травили, они были, с ними боролись, больше, меньше, с переменным успехом боролись, знаете, в полях не было жуков, уже злые жуки стали поговорить, вот, батюшка какой-то суперяд купил какой-то, говорят, и он специально пократирует его суперядом, потому что жуки все подохли, значит, там, а потом этот, мне уже слова с этого правления колхоза, там, приносят уже информацию, сарафанное радио, все докладывают мне бабушки все мои, вот, они мне говорят, вот, но там, он, председатель, сказал, что вы что, ну, типа, вообще, значит, сколько было бидонов, он ближе не по всем же полям, во-первых, он же такой вот, на, вот, как сказать, на границах полей, даже если это был бы суперяд, какой яд может на границе убить на всем поле, вообще, ну, вы хотя бы разберитесь, хотя бы, вообще, вот, а, еще, тем более, мы же, это, сами ж пили, какой яд, черпали еще кружками святую воду, значит, сами еще попили еще, значит, мы сами, как аллергия, не жутишь, вот, ну, ладно, короче, еле убанил тех, значит, критиков, одним словом, и плюс еще, мне еще, представьте себе, значит, я сижу себе, однажды так, вечером, значит, оба машина приезжает, полная картофеля, мне вот так вот это, картошки, морковь, что-то мне привозили, теленка, ну, вот, то, что его забили, там, значит, там, короче, ну, меня там, жизнь удалась, да, сметаны, во, рыба, во, таите, таите, нет, ну, понимаете, я там уже снабжал всех уже, кому мог уже, там, еще там, еще полный, этот, подвал еще, это картофель и всего там надо было, вот так вот, но, знаете, запомнилась, запомнилась мне вот такая история, и, знаете, вот, я так стал понимать, что, вот, земля реагирует на все, и если мы имеем, хотя бы, Бог не требует у нас огромной какой-то сильной веры даже, да, такой, как мы можем себе нарисовать в своем воображении, а с горчичное зерно, то есть, мелочь, казалось бы, да, маленькая даже, совершенно зернятка такой маленькой, да, но, то есть, дай Богу шанс, как бы, вот, дай Ему возможность, вот, даже немного вот этим, но Он уже многое через это малое твое совершит, малое твое, оно в Его, как бы, да, измерении, это многое уже, в Его видении, в Его взгляде это очень многое, а для тебя это маленькая зернятка такое, но Бог это видит огромным, вот, таких сельских чудес у меня таких особо и не было, но вот это чудо, конечно, было чудо, да, для меня это было, но, ну, потом уже уехал, я уже с этого села, но, это был мой последний был, кстати, приход в традиционном православии тогда, но запомнился мне надолго это, и до сих пор бывает вспоминаю, даже саму не верю сейчас, что вот такое, понимаете ли, вот, а, кстати, вот тот коммунист старый, значит, да, значит, этот, председатель-то, вот он, я потом через несколько лет уже, не помню, какой был год уже, уже в Киеве жил, приезжал туда я к ним проповедовать, ну, не в сам этот совхоз, конечно, а вот, ну, в райцентр, приезжал проповедовать к Писятникам, и мне говорили, вот он ходит туда, в храм православный ходит, то есть, хабал жертву, то есть, это имело долгосрочное такое действие, такое, долгое действие, то есть, на человека подействовало, что Бог-то есть, что не просто там что-то, ведь он старый человек, да, как бы, значит, коммунист, но видел реальное чудо, то есть, он с этой какого-то с реальным чудом, тем более сельские жители, он понимал, что это не просто так, вот, знаете, жуки взяли, все подохли сами, вот, вот, самый интересный момент еще в истории, вот, американской истории, в Конгрессе, в книге, записанное великое чудо, кстати, это исторический документ, это даже если, допустим, каким-то чудесам можно относиться так, веришь, не веришь, мало ли кто там что сказал, да, а здесь исторический документ, где тысячи свидетелей, сотни подписей, все эти, представители всех штатов этих, которые участвовали в этой молитве, слышали, наверное, да, была молитва в США по поводу саранчи, еще в 19 веке это была молитва, и чудо-то...